Средневековья крупным планом, издательство Бамбора, 2020 год. Написал я ее этой осенью, то есть это очень свеженькая вещь, но можно сказать, что последние 25 лет я себе что-то подобное представлял, то есть я занимаюсь средним веками ровно 25 лет, со второго курса, и с факом МГУ, и дальше более-менее всю жизнь занимался этой эпохой. Но источником вдохновения послужил дедлайн, как положено. Издательство Бамбора, недавно выделившись в составе Эксмо, предложило написать научно-популярную книгу, небольшую и легко читаемую, о средних веках. Несколько лет назад у меня вышла книга «Тысячелетнее царство» издательство НЛО, побольше, более научная, что ли, но вместе с тем тоже уже, ну не чисто научная, но достаточно широкого читателя рассчитанная. Ну, все-таки, прежде всего, на студента, на коллегу, на интеллектуала. Здесь я впервые решил попробовать себя для ученого в самом трудном жанре, то есть попытаться рассказать о твоем любимом предмете так, чтобы это было понятно и интересно всем. Я надеюсь, что эту книгу может читать, в общем, любой читающий на русском языке человек. Я почти уверен, что самая известная книга о Средневековье на русском языке сегодня – это, конечно, страдающая Средневековья. Моих друзей Сережа Зотова, Дин Шаттхарман и Миши Майзульса, написанная как бы по мотивам еще более известного паблика. Книга как бы по мотивам паблика Шутлевого, как известно, но при этом серьезная, написанная тремя вполне состоявшимися молодыми учеными. И ее успех в какой-то степени меня тоже так подзуживал, что ли, да, подстегивал. Но эта книга о... Устроящей Средневековье – это, на самом деле, конечно, не о страданиях, а в образном мире людей, живших тысячу лет назад. Я попытался написать книгу о том, как они жили. Но я, естественно, не первый, кто написал такую книгу о жизни средневековых людей. И сегодня действительно выходит много хороших, прежде всего, переводных, конечно, книг о средневековой жизни в том числе. Например, Альпина недавно издала очень неплохой перевод книги Криса Выкхэма о средневековой Европе. Это книга, которую я вполне могу рекомендовать и моим студентам в качестве учебного пособия. Можно даже курс по этой книге построить. Она современная, она написана на хорошем английском, который хорошо переведен на хороший русский язык. Тоже моим старым приятелям. Может быть, еще 3-4 книги таких я бы мог назвать. Но главное даже не это, а то, что в последние десятилетия, в последние лет 10, мне кажется, здорово улучшается ситуация с переводом оригинальных средневековых текстов. Хроник, поэзии, прозы, дневников, трактатов. Это уже не десятки, а даже сотни переводов. Среди которых, среди сотни переводов, можно уже найти десятки вполне долговых переводов. То есть, когда я пишу общую книгу о средних веках, я должен рассчитывать уже на довольно умного читателя, который сможет в том числе и проверить то, что я пишу. Вот. Это важно было для меня, когда я писал. Моя книга называется «Крупным планом». Средневекой крупным планом, что намекает на фильм «Фотоувеличение». В русском крокате шел под названием «Фотоувеличение» фильм Антониони «Блоуап». «Блоуап» — многозначное название такое. Это одновременно прием, кинематографический и, прежде всего, фотографический. То есть, зуммирование. Ну, зуммирование или наезд, соответственно. Что ты выхватываешь, в чем-то большом выхватываешь и что ты такое находишь. Фильм 1966 года всем известен. Он довольно большое влияние оказал на моих учителей. То есть, на моих учителей совершенно конкретное влияние, потому что они мне сказали этот фильм посмотреть. Ну, и они так очень верно мне совет дали, потому что я с детства фотографирую. И у меня уже в детстве, не знаю, 10 лет у меня был в руках «Зенит». Я знал, в общем, как менять объективы, вот, и как пользоваться эксплонометром, проявлять, печатать и прочее такое. Вот, поэтому моя профессия историка, она немножко наложилась на такой взгляд на мир. Ну, соответственно, то по вертикали, то по горизонтали. И, в общем-то, мои фотографии внутри этой книги, они немножко иллюстрации моего метода. То есть, я иногда широкие планы даю, да, какого-нибудь собора, там, даже вид на город. А иногда, наоборот, очень узкий. То есть, выхватываю какую-то деталь, и в этой детали я нахожу что-то важное. И то же самое касается текстов, то есть, моих источников информации, да. И в исследовательской литературе, на которую я опираюсь, и в источниках среднеяковых, да, исторических источниках, я стараюсь, как бы, читать на разном фокусном расстоянии, если мне позволит такой оборот речи, да. Иногда я пытаюсь охватить целое, да, какое-то большое явление, даже целую эпоху. Я должен делать какие-то выводы, да, выставлять точки реперные, да. Но чтобы это работало, мне кажется, что очень важна деталь, да. То есть, какой-то конкретный факт, конкретное событие, его мизерные иногда обстоятельства. Вот, все это и есть для меня крупный план. И вот в этом, я надеюсь, по которому судите, опять же, не мне, как автору, судите, а читателям. Я надеюсь, что в этом моя книга отличается от других. 20 лет назад широкий русскоязычный читатель мог опереться, ну, скажем, на 5 приличных книг на русском языке, на средних веках, таких общих, и на несколько десятков средневековых источников. И, соответственно, если бы я писал эту книгу, то я был бы первым парнем на деревне. Я имею в виду широкого читателя, я не говорю, что я в науке что-то открою. А говорю именно об аудитории. Потому что у нас были Гуревич, ну, из советских, там, русских историков, Гуревич, дореволюционный Корсавин, Циле. Ну, он был, естественно, университетский учебник по истории средних веков, который на моей же кафедре делался. Хороший, хороший пособий, но это учебник. Он, возможно, требует приятного изложения материала или что-то. При том, что у него широкая аудитория, он по-прежнему считается классическим бездетским учебником и по многому заслуженным. Но это коллективная, опять же, работа. А книга о какой-то эпохе написанной коллективом всегда воспринимается не так, как личный какой-то взгляд. Вот сейчас, конечно, и медиавистика наша отечественная вышла на, как мне кажется, на новые такие международные рубежи. Мы часто выступаем там, и к нам сюда приезжают гости все время. И в Лыжке, и в МГУ, и в Академии наук, в МГУ отчасти. В одной Москве медиавистов сотни, что очень много. Больше, чем в любом городе Западной Европы. Ну вот учитывая эти успехи медиавистики, я, конечно, писал эту книгу, понимая, что я не один здесь такой, а как бы за моей спиной стоят и мои учителя, мои друзья, мои старшие и младшие товарищи, коллеги и ученики. Я немножко раз с ними тоже веду диалог. Я не цитирую никого, как положено в научных книгах, но в библиографии в конце присутствуют и моих учителей, и моих друзей. Есть, естественно, имена людей, которых я не знаю. Переводные книги, книги людей, которых уже нет с нами. Но вот этой библиографии есть сотни наименований только на русском языке. Я хотел подсказать читателю, что я здесь ничего не сочинил. И у меня нет претензий, что я один в поле воя. Я, собственно, книгу начинаю с того, кому в средние века жить хорошо, отсылая, естественно, к нашей школьной программе и литературе. Но вопрос к кому, да, о ком. Кто такой средневековый человек, в общем, почти неразрешимый вопрос. На него не может быть двух одинаковых ответов и двух людей, которые занимаются этой эпохой. Но мне кажется, что религия, конечно, очень важный фактор определения средневекового человека. Но если я говорю, что средневековый человек христианин, то, во-первых, не только средневековый человек христианин, но и позднеантичный человек тоже христианин. И, во-вторых, наши современники тоже есть христиане. И я христианин, и ренессансный человек христианин, Микеланджело христианин, Ньютон арианин, мы христианин. Мы скажем, что это человек, который живет на Западе Европы, но где заканчивается этот Запад? Мы сегодня вообще легко говорим, а я поеду в Европу. Как будто мы сейчас не в Европе. На каком-то вообще подсознательном уровне выделяем Россию в отдельный континент. И точно так же и Западная Европа. Ну, любой западноевропеец, житель Западной Европы, не назовет русского европейца. У меня сразу возникает вопрос о кем тогда. О азиатам или африканцам? Вот эти все границы политические и физические, они тоже очень сложные и непонятные. Мы очень легко бросаемся, на первый взгляд, невинными словами. И с этого я и книжку, в общем-то, начинаю. Разделение это на восток и запад, оно, в общем, довольно искусственно во многих чертах. И одной из моих целей, подспудных таких, в этой книге было показать наше родство. Системы ценностей, какие-то жизненные ориентиры, навыки, социальные практики, вера, представление о семье, о том, что такое хорошо и что такое плохо, право, правосознание, правосудие, ну и, наконец, отношение к технике и, следовательно, повседневная жизнь. Вот таковы координаты, по которым я попытался выставить книгу. Ну, я не побоюсь такого красного словца, Средневековье для многих из нас прикольно. Вот, и разного рода, там, Игры престолов, вообще игры, успех, готовящийся к выпуску игры, страдающиеся Средневековья, настольные игры, тоже подсказывают, что это во многом игра. Для русских и для западноевропейской цивилизации, для американской цивилизации это референтное прошлое, то есть такое прошлое, с которым ты себя инстинктивно соотносишь, хочешь ты того или нет. Ну, потому что рыцари, прекрасные дамы, там, я не знаю чего, всякие бурдалаки, еще этот маргинальный мир такой, отчасти скабрезный, обсценный, на грани или за гранью дозволенного. Мне понятно, что в очень разных углах это люди готовы об этом читать. Может быть, просто для того, чтобы отвлечься от нашей дни и от рутины. В этом плане Средневековья даже выигрывает у других не менее замечательных цивилизаций, вроде того же Рима, Греции, Мезоамерики, классической Китали. Продолжение следует...